Илья Нисходовский, экономический эксперт, сегодня с нами на связи. Илья, приветствую вас. Добрый день. Доброе утро. Ну что же, будем продолжать разбираться, что же происходит, каков сегодня удар как раз от войны по экономике Российской Федерации. Ну, то, что производители, которые работают с российскими ритейлерами, уже сообщили, что закупочные цены на товары вырастут, и где-то в среднем до 40%, но все-таки подорожание сырья и логистические сложности, понятное дело, что это все влияет. Ну и вот этот же рост цен, о котором мы говорим, последствия инфляции на фоне как раз падающей экономики России. Единственное, напомним, что для ВПК находятся финансирования и достаточно серьезные показатели, если мы говорим о тех цифрах и о том финансировании, которое сегодня Российская Федерация как раз тратит на военно-промышленный комплекс. Ну, вот здесь вот как раз, скажем так, то, что потребляют россияне, то, что каждый покупает из них и ходит в супермаркет, и сегодня как раз поэтому происходит и удар. Но, Илья, я хочу, чтобы мы, как всегда с вами, есть же все-таки объективные и субъективные причины, что на это влиять. Есть, во-первых, вопрос сезонности. В данном аспекте, о котором мы сегодня говорим, то, что говорили наши коллеги в нашем материале, это все-таки больше ситуация, которая исходит из военных последствий и расходов Российской Федерации на войну, либо же здесь все-таки работает еще и сезонный фактор какой-то? Нет, сезонный фактор тут однозначно существенно не проявляет себя. Наоборот, обычно этот период – это уменьшение роста цен, потому что является уже продукция сельскохозяйственная, она приходит на рынок, уменьшает цены, и в большинстве случаев как раз в этот период у нас идет, наоборот, не инфляция, а дефляция. То есть цены, они или останавливаются, или даже немножко уменьшаются. Тут основной фактор – это все же финансирование непосредственно войны, финансирование военно-промышленного комплекса. Туда заливаются огромные деньги, эти деньги идут в том числе на выплаты работникам, эти работники идут в магазины, они провоцируют рост цен. Вместо того, чтобы инвестировать с бюджета и поддерживать с бюджета производства различных товаров потребительского назначения, финансируются танки, финансируются снаряды, соответственно, они не идут на рынок, они не закрывают тот спрос, который есть у населения. Товаров является недостаточно, санкции закрывают те возможные поставки, которые могли бы быть для того, чтобы перекрыть невозможность производства уже в середине страны. Также являются определенные сложности с тем, чтобы покупать уже не то, что готовую продукцию, а и станки или и другое оборудование, которое необходимо для того, чтобы наращивать производство. И в совокупности это приводит к тому, что того объема производства товаров, которые необходимы для населения России, не производится, соответственно, рост цен постоянно наблюдается. Тут как бы ни увеличивали ставку в Центробанке, это не повлияет, это не остановит вот эти вот негативные тенденции. Вот, например, если провести параллель свое время с Советским Союзом, то в Советском Союзе была та же самая ситуация. Единственное отличие, что сейчас более-менее там рыночная экономика, в тот момент рыночной экономики не было. Соответственно, тогда, когда это все происходило, у людей, во-первых, не было возможности купить всего того объема товаров, который им был необходим. Были пустые полки, стояли огромные очереди. Некоторые приходили там в 6 утра для того, чтобы получить даже такие элементарные продукты, как буханку хлеба, там и литр молока. Кроме этого, накапливались избыток тех денег, которые люди не могли, соответственно, потратить. Они накапливались на счетах в банках, они откладывали его. И была такая ситуация. Сейчас, так как все-таки рыночная экономика, это выливается в рост цен. И еще такой момент, если кредитование во время Советского Союза не было так развито, то сейчас еще и наращиваются кредиты. Люди берут деньги, даже не понимая того, как они их будут возвращать. Поэтому немножко другое, но накапливаются те же по принципу негативные влияния. Остановить это с помощью монетарной политики фактически невозможно, потому что чем больше вы поднимаете ставку, то это проблемы для как раз производителей, которые производят товары потребительского назначения, и для населения, которое теперь не может брать, например, ипотеку или товары потребительские, кредиты на потребительские товары. А в то время как непосредственно для военно-промышленного комплекса деньги заливаются огромной рекой. Поэтому тут остановить и как-то уравнять вот эту вот ставку просто на сегодняшний день невозможно. Инфляция будет и дальше расти, товаров будет все меньше, но у людей все больше будет проблем для того, чтобы покупать то, что они хотят. Илья, объясните, пожалуйста, что такое фонд национального благосостояния? Я вот, ну, как мне представляется, это некий НЗ, ну, который простой россиянин, в принципе, пощупать не может. Это что-то такое вот неприкосновенное. Но о чем свидетельствует тот факт, что оно уже не неприкосновенное, уже туда запускают руку, чтобы спасать экономику? Ну, во-первых, как он вообще был создан и за счет каких ресурсов он наполнялся? Очень повезло, когда Путин пришел к власти в начале 2000-х, а цены на нефть, они стали достаточно высокие. Кризис 1998 года как раз научил многих экономистов в России, что если не будет, соответственно, такого запаса, то какой-то, ну, скажем, какой-то кризис в мире, он обязательно повлияет в целом на российскую экономику, которая очень, скажем так, зависима от мировых рынков, от мировых цен на нефть и газ, и это бьет по ихней стабильности, макроэкономической стабильности. И, соответственно, для того, чтобы это не допустить, решили накапливать соответствующий ресурс для того, чтобы он был как раз на случай каких-то кризисных моментов или на случай войны. Потому что как раз множество, много экономистов говорили, ну, что использование этого фонда будет именно в этом случае. Почему? Потому что коронавирус, например, который был 2020-2021 годом, и все экономики мира как раз поддерживали свое население, своих производителей, вливали, ну, огромные суммы, там, триллионы долларов, триллионы евро для того, чтобы ихняя экономика выдержала те негативные последствия, которые были, то как раз в этот момент у российской экономики так и не взяли оттуда никаких денег для того, чтобы поддержать российских производителей и российское население. То есть, несмотря на кризисную ситуацию, это явно не был тот случай, на который там рассчитывал Путин или который считал, что именно этот случай тогда, когда надо поддержать. Ну, каким-то образом все-таки там пережили этот период. Но сейчас, когда война, цены, соответственно, на нефть, они уже не такие высокие, которые были, например, в 2022 году, приходится постоянно туда засовывать руку для того, чтобы продолжать кормить те огромные российские корпорации, такие как «Газпром», производство там авиастроения, там другие, там перевозка железнодорожным транспортом, российскую железнодорожную компанию и так далее. То есть туда начали вливать деньги для того, чтобы поддержать все эти компании. И очень надеялись, что война там пройдет достаточно быстро. И этот фонд будет использован исключительно для того, чтобы каким-то образом пережить там очень короткий период времени. И тогда уже после, соответственно, для их понимания победы они там договорятся с Западом, начнут продавать нефть в те же количества, которые не продавались, снимут санкции, соответственно, экономика будет функционировать. Но этого не произошло. Поэтому постоянно туда сейчас, оттуда берутся деньги. Цены на нефть не те высокие, на которые они рассчитывали. Соответственно, ресурсов надо все больше на войну, все больше, соответственно, на то, чтобы поддержать государственные корпорации. Они уже не кормят бюджет, а наоборот. И это приводит к тому, что этот фонд очень сильно тает. И насколько его, скажем так, хватит, это все зависит также и от того, насколько действуют санкции на нефть. На нефть это является самыми главными наполнителями и для этого фонда, и для поддержки российского бюджета. Если бы санкции, тогда, когда их ввели, они действительно держались на отметке в 60 долларов, то сейчас, например, в этом фонде ничего бы не было. То есть уже того запаса неприкосновенного, его бы не было. Соответственно, поддерживать корпорации различное было невозможно. Но нашли различные лазейки. Плюс еще Запад недостаточно прикладывал усилия для того, чтобы перекрывать возможности России обходить эти санкции. Соответственно, этот фонд понемножку, но все-таки наполнялся, что и привело к тому, что там на данный момент какие-то ресурсы все-таки есть. Ну вот немножечко хотелось в этом же контексте. Понятное дело, что там кто-то скажет напрямую не связано с экономикой каждой конкретной семьи. Но на самом деле, если глубоко копнуть, что и мы делаем в наших эфирах, на самом деле все очень взаимосвязано. Ле Монт, вот издание французское, такой тезис определили авторы одного из материалов, чтобы обеспечить семью российскому мужчине сегодня выгоднее умереть. Вот именно так пишет французская газета Ле Монт. И такую экономическую модель создал глава Кремля Путин. Если россиянин погибнет на войне в 30-35 лет, то есть в самом активном возрасте, эта смерть будет выгоднее с экономической точки зрения, чем его будущее. Журналисты издания объяснили, что значительные средства, которые тратятся на военный сектор Российской Федерации, включая выплаты контрактникам и компенсации семьи погибших, только затягивают войну. Напомню ранее, российский диктатор заявил, что планируют воевать против Украины до 2030 года. Да, вот, Илья, хочу у вас спросить, опять же, повторюсь, кто-то скажет, что здесь нет прямой взаимосвязи. Нет, здесь как раз есть прямая взаимосвязь. Вы согласны с авторами материала, что все-таки сегодня вот значительные средства, которые тратятся на военный сектор Российской Федерации, включая выплаты, о которых я говорю, они на самом деле, ну, продолжают затягивать войну. Поэтому наверняка и вкладывается столько сегодня финансирования со стороны Кремля именно в это направление. Ну, в целом согласен, но не совсем. Потому что если мы будем говорить как раз об активном возрасте в 30-35 лет, то все-таки пенсию уходят в 55 лет. Это означает, что и 20 лет он еще мог работать на российскую экономику. Но в целом российская экономика построена на то, чтобы добывать определенное сырье, например, тот же самый нефть и газ, и продавать, соответственно, на мировые рынки. Там такого количества населения не нужно. Это первый момент. Второй момент. А есть ли у него альтернатива? То есть те интервью, которые берутся у российских военнопленных, очень много, огромное количество. У них просто нет альтернативы. У разных слоев населения, например, у тех же самых зэков, у них нет альтернативы. То есть ты или сидишь в тюрьме, и, кстати, между прочим, этот момент уже достаточно выгодный для России, когда она отправляет на войну откровенный сброд, на который тратить надо определенные деньги. А когда он умрет, соответственно, деньги уже тратить в таких объемах не нужно. Это первый момент. А второй момент. Это обычные российские так званые мужики, которые никогда существенных денег просто в своей жизни не видели, у которых в ихнем городе, в ихнем каком-то там селе отсутствует альтернатива заработка. То есть там максимальный потолок, который они получали, это 15 тысяч рублей. И это уже было хорошо, что они получают 15 тысяч рублей. А тут предлагается такое огромное количество денег, сотни, а в некоторых случаях и больше миллиона рублей. Конечно же, это поддерживает войну. Конечно же, это затыкает рот для многих россиян. Особенно для ихних жен, для ихних детей, для ихних родителей, которые теперь могли эти деньги заработать только на протяжении 10 лет. Поэтому в этом отношении для них это хорошо. Накопились соответствующие ресурсы. Они получают эти деньги для того, чтобы иметь возможность себе и купить автомобиль, и потратить его на улучшение качества в своей жизни, потратить на развлечения в том числе. Это реально наблюдается сейчас в России. Поэтому война действительно поддерживается за счет таких огромных выплат. И поддерживается в том числе лояльность населения. Потому что если бы таких выплат не было, то были бы действительно большие протесты на России относительно того, чтобы не забирали мужчин. А так, понимая, что то, что его заберут, есть возможность получить компенсацию в 15 миллионов рублей, соответственно, это для них огромный плюс. И поэтому они готовы молчать. Поэтому они готовы верить в то, что показывает телевизор. Но надолго это не хватит. Деньги должны быть обеспечены соответствующими товарами. А товары не производятся. Потому что все люди, которые нужны для того, чтобы его производить, там забирают военно-промышленный комплекс. Поэтому в краткосрочном периоде это действительно очень сильно поддерживает войну. А в среднесрочном или долгосрочном периоде это фактически мина замедленного действия, которая лежит под российской экономикой. Илья Сергеевич, спасибо, что присоединились к нашему эфиру за ваши комментарии. Илья Нисходовский, экономический эксперт, был с нами на прямой связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.